В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Знамя Красной Армии. Молодежное объединение военно-исторического клуба получило свой флаг. Автокресло детям. Сотрудники ГИБДД и ученики школы номер 12 провели профилактическую акцию. Подарок для пап. Проект «Читаем слух» вернулся в вочный формат. Далее расскажем обо всем подробно. Госдума расширила право многодетных родителей на отпуск в удобное время. Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет, при условии, что младшему не больше 14. В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет. Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе, заявил журналистом председатель Госдумы Вячеслав Володин. Авторы пояснительной записки отмечают, что эта норма позволит многодетным родителям принимать более активное участие в воспитании детей. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР. Тогда он назывался День Советской Армии и Военно-морского флота. Сегодня, 23 февраля, неофициальный праздник всех мальчиков и мужчин. В этот день женщина поздравляет своих сыновей, отцов и мужей, дарит им подарки и произносит теплые пожелания. Что подарить нашей брутальной половине человечества? Так вышло, что за Днем защитника Отечества закрепились хрестоматийные подарки. Носки, бритвенный станок и парфюм. Интересно, какой он? Идеальный подарок на 23 февраля. Какие обычные подарки дарят вам, что принято дарить в этот день и какой он самый идеальный подарок? Принято дарить носки мужчин. Это же банально, не банально? Да нет, почему? Носки важны, да? Конечно. Написать папе и дедушке открытку там, где я их поздравлю. Бывают для мужчин еще букеты из, ну знаете, всяких соленостей. И там, в общем, такие мужские букеты тоже, это как бы, несмотря на гендер, я думаю, любому мужчине будет приятно. Подарок, самые лучшие, это мы. Красивые, без масок. Идеальный подарок, ну, хорошее настроение жены. Этот праздник свинил немало названий. День Советской Армии, День Рождения Красной Армии и День Рождения Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота. Изначально 23 февраля поздравляли военнослужащих, ветеранов и тех, кто находится в запасе. А сегодня добрые пожелания принимают все, кто защищает наши семьи. Отцы, мужья, братья и сыновья. Что пожелаете в этот день мужчинам? Хотите поздравить? Ну, в этот день можно пожелать всего хорошего, чтобы любили, ценили свою половинку. Ну, пускай все наши мужчины будут здоровыми. Ну, во-первых, я желаю всем мужчинам здоровья, семейного благополучия и терпения, и крепких нервов. Хочу пожелать, чтобы они любили своих женщин, заботились о них, и чтобы каждая любимая женщина была для них единственной. Ну, саровским мужчинам я желаю, чтобы они оставались мужественными, смелыми, защищали своих женщин, приносили в домашний очаг какое-то спокойствие, здоровье крепкого, да. Ну, и чтобы их вот любили, уважали, на работе ценили, конечно, чтобы они в достатке были там, чтобы они зарабатывали хорошо, но все, им самого хорошего. Наша редакция поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества и желает счастья, здоровья, любви и исполнения самых заветных желаний. Знамя Красной Армии получили бойцы молодежного объединения победители. Торжественная церемония его передачи прошла в музей военно-исторической миниатюры. Знамя изготовили за счет гранта на организацию общественно-полезных проектов. Подробности далее. Новые витрины появились в музее военно-исторической миниатюры. Благодаря этому экспозиция значительно расширилась. Обновился стенд «История советского солдатика». Свои места на новых витринах заняли миниатюрные воины Древней Руси, римские легионеры, рыцари средневековой Европы. Здесь вот у нас такая морская тема, совсем немножечко, совсем чуть-чуть. То есть и одна из стендов, это у нас будет готовиться. Там пока черновик стоит, это битва за Берлин, штурм Берлин, то есть штурм Рейхстага нашими войсками. Там сейчас у нас солдатики плоские, но будут стоять уже потом объемные, они уже в работе. Обновки в музее появились благодаря победе в муниципальном конкурсе на представление субсидий некоммерческим организациям. Еще один приятный бонус получен из-за победы в конкурсе «Знамя Красной Армии». Музей военно-исторической миниатюры – часть военно-исторического клуба «Победители». Его молодежное объединение занимается реконструкцией рабочей крестьянской Красной Армии. И Красное Знамя – это главный символ этой армии. Считается, что приобретение знамя в полку – это одно из самых важных мероприятий в жизни полка. И мне в войне приятно, что благодаря нашему проекту наш музей обрел знамя, свое знамя. Это очень здорово. Благодарю эту службу, творающие бойцы. Останавливаться на достигнутом победители не собираются. В планах дальнейшее развитие музея и обновление его экспозиции. Также Вячеслав Лапашов думает о том, чтобы переводить часть выставки в виртуальный формат, чтобы увидеть его солдатику смогли и за пределами нашего города. Мы являемся партнером нашего Московского музея «Победы», который находится на Поклонной горе. То с ним уже у нас идет сотрудничество. А туда нужно отправлять картинки нашего музея. Все это надо снимать. Теперь уже нужна техника для более детального знакомства других музеев и других городов с нашим музеем. Пока же только у жителей нашего города есть возможность познакомиться с уникальными экспонатами музея военно-исторической миниатюры. Он работает с понедельника по пятницу с 15 до 20 часов и находится в здании ОБЦ Носилкино, 10 дробь 1. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров-24. Театр вновь готов продавать билеты на свои спектакли онлайн. Для покупки через интернет, как и прежде, нужно зайти на сайт театра. Театрсаров.рф. Нажать на кнопку «Купить билет», выбрать интересующий вас спектакль, арето-место. Правила пользования электронным билетом и возврата денежных средств будут напечатаны на билете. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Потепление придет в центре Европейской части России в пятницу 26 февраля. Аномальный холод сменится нормальной погодой. По словам руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, дневная температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градусов мороза. Он отметил, что погода будет умеренно мягкой. С начала года в Нижегородской области заключили более 2100 социальных контрактов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Всего в 2021 году планируется заключить свыше 21 тысячи соцконтрактов. На эти цели выделят более 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Напомним, Нижегородская область в 2020 году приступила к реализации проекта по повышению реальных доходов граждан на снижение уровня бедности. Например, государство несколько месяцев выплачивает гражданину определенную сумму при условии, что он ищет работу, либо развивает бизнес. В Сарове социальные контракты заключают в Управлении социальной защиты населения. Законодательное собрание Нижегородской области по инициативе Нижегородского ГИБДД до 24 мая проводит конкурс социальной рекламы «Безопасное движение». Принять участие могут школьники и студенты. Конкурс проводится в четырех номинациях. Лучшая визуализация основ безопасности дорожного движения – это инфографика. Лучший макет плаката или лучший интернет-контент по основам безопасности дорожного движения. Лучший видеоролик и лучший аудиоролик по основам безопасности дорожного движения. Конкурсные работы принимают в электронном виде до 30 апреля. Победителей ждет награда. Подробности на сайте законодательного собрания Нижегородской области. О папах с любовью. Во Дворце детского творчества прошла очная встреча в рамках проекта «Читаем слух». В преддверии Дня защитника Отечества мамы и дочери читали рассказы из цикла Александра Раскина «Как папа был маленьким». Из сказочной истории Анны Никольской подробности смотрите в следующем репортаже. Буквы были словно живые. Они то и дело перебегали с места на место, меняя поэток слов и предложений. Юный герой сказки «Папотека» все никак не мог прочесть договор проката. А на прокат у странного господина «Будь благодарен Бенджамина» он брал нового папу. Точнее, менял на своего, которого в один ужасный день разлюбил и убежал из дома. Текст очень интересный. Авторы этого мы не знали. Стали разбирать текст. Он и с юмором, и немножко грустный, и поучительный. И дочке очень понравилось. Ну, как текст разбирают. Ищешь главную мысль, находишь характер. Как раз для третьего класса, по-моему, это та самая атмосфера. 17 февраля во Дворце детского творчества мама и дочки из разных школ Сарова читали два произведения. Сказку Анны Никольской «Папотека» и рассказ Александра Раскина «Как папа был маленьким». Я раньше не знала такого автора. Мне очень понравился текст. Мне понравилось само содержание, потому что оно рассказывало про детей, которые сейчас, в 2021 веку живут. В прошлом году очно успели провести только три чтения вслух. В январе, феврале и марте. Затем мероприятие из-за пандемии проводили онлайн. И вот, наконец, постепенно проект «Читаем вслух» возвращается к традиционному формату. И читали в зуме. Это было зрелище, конечно, тягостное, потому что зум, потому что удаленка, потому что нет этого куража, нет этой энергетики. И сегодня у меня праздник. У меня большая радость. Я когда видела лица, глаза детей, взрослых, слушала их живое чтение, я испытывала огромное удовольствие и счастье. По проекту успели соскучиться многие. Читали произведения про папого дворца детского творчества «27 пар». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В музее народной игрушки открылась новая выставка. Горожан приглашают познакомиться с произведениями из коллекции нижегородцев Сергей и Натальи Квач. В экспозиции представлены матрешки, городецкие и новинские игрушки, свистульки и разнообразные слоники. 10 лет назад на открытии музея народной игрушки Сергей и Наталья Квач подарили ему свою коллекцию. И сегодня первую выставку юбилейного года открывают новыми экспонатами из коллекции давних друзей музея. Жбаниковские свистульки, яркие повозки, запряженные воронными конями и особенная часть экспозиции – причудливые слоники. Прийти, посмотреть, увидеть особенные экспонаты самого маленького слоника, который меньше 10-рублевой монетки, стеклянной, очень маленький слоников, которые в образе мамы с ребенком боятся мышки. И слоненок залез на маму, прячется от этой мышки. Очень интересные матрешки. Здесь можно увидеть возрождающийся промысел – Мериновская роспись семеновской матрешки. Это работы мастерицы, члена Союза художников Тамары Корьевой. Среди экспонатов выставки есть и традиционные городецкие игрушки Александры Соколовой. Например, праздничная новогодняя повозка, а также кони-качалки и кони-каталки. Очень интересный подбор Ермиловской игрушки. Современной, а также именно старинных образцов, выполненной уже сейчас в современном материале. В современном и мастерами, и на новом материале. То есть Ермиловскую игрушку тоже можно посмотреть. Она очень интересная, красивая, опытная, вспомнить свое детство, потому что когда-то Ермиловские игрушки. Были, ну, в каждой, наверное, группе детского сада. Они были очень расхожие. Выставка «Раз игрушка-два игрушка» будет интересна как детям, так и взрослым. Каждый сможет найти в ней что-то близкое сердцу. Продлится она до конца марта. Посетить ее можно, записавшись на экскурсию предварительно. Подробнее об экспонатах новой выставки и других игрушках, а также о том, как создавался музей и кто стоял у его истоков, мы расскажем в новом выпуске программы «Пешком по Сарову» уже в ближайший четверг, 25 февраля. Анна Пилипец, Артемий Гладсков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В феврале в Сарове проходила профилактическая акция «Автокресло детям». Ее финальным аккордом стало мероприятие, которое сотрудники ГИБДД устроили совместно с учениками школы номер 12. Ребята провели флэш-моб, раздали буклеты водителям и рассказали о правилах безопасной перевозки детей. Подробности далее. Такие мероприятия отдел ГИБДД Саровской полиции проводят постоянно. И не от хорошей жизни. Несмотря на все увещевания, некоторые водители по-прежнему игнорируют правила перевозки маленьких пассажиров. Успокаивая себя тем, что всегда так ездят. И ничего. А потом разбитая машина, дорогостоящее лечение и долгая реабилитация. Не пронесло. На территории Нижегородской области за 2020 год произошло 583 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 10 детей погибло и 50% ДТП произошли именно с детьми-пассажирами. Как показывает статистика нашего города и цифры. Цифры. В прошлом году у нас произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Из них 5 детей были участвовали в дорожно-транспортных происшествиях именно в качестве детей-пассажиров. Напомнить о важности детских удерживающих устройств сотрудники отдела ГИБДД решили с помощью самих ребят. Для учеников младших классов во дворе 12-й школы провели фотофлэшмоб. Мальчишек и девчонок снимали на фоне рамки с хэштегом «Береги самое дорогое». Позже эти кадры опубликуют на официальных порталах Саровской полиции и других информационных площадках. Как призыв. Ребята постарше решили лично обратиться к водителям на перекрестке улиц Строителя Захарова и Музрукова. Самая дорогая в жизни – дети. Нужно всегда пристегивать к автокреслу, чтобы не произошло аварий и дети не пострадали. Мы дарим открытку на 23 февраля мужчинам и памятку, что родители, взрослые, должны беречь своих детей, чтобы дети всегда были в безопасности. А также, если в машине есть ребенок, мы дарим светодотражающий значок. Точку в профилактической операции «Береги самое дорогое» поставил говорящий круиз по улицам города на полицейском автомобиле. Через систему громкой связи ученик 12-й школы Андрей Рыжов рассказал авторюбителям о том, что в Сараю проходит профилактическая операция «Автокресло детям» и в очередной раз призвал родителей соблюдать правила перевозки юных пассажиров. Уважаемые родители, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте всегда скоростной режим и соблюдайте, конечно, правила перевозки детей в автомобиле. Берегите самое дорогое, потому что дети для нас действительно самое-самое дорогое, что может быть в нашей жизни. Константин Перевозчиков, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Константин Перевозчиков.